75-й юбилей региона сопровождался массой ярких соревнований. Не обошлось и без хоккейного турнира. Ветераны и любители на льду спорткомплекса «Прогресс» выдали дружеские, но очень упорные поединки. Почетным гостем стал известный тюменский политик и общественный деятель Геннадий Райков, совсем недавно отпраздновавший 80-летний юбилей. Википедия охотно расскажет о его насыщенной карьере, но вот про хоккей умолчит. А ведь именно Райков еще в 70-е начал активно поддерживать «Хоккорубин», работая в руководстве моторного завода. И продолжал в 90-е, уже будучи главой города. Он и сейчас с интересом следит за успехами команды и верит в то, о чем мечтает каждый поклонник клуба. Я думаю, что придет время, вот я почему-то уверен в этом, что стадион построим, пятитысячник, и еще в КХЛ пошумим тем не менее полным ходом. Хоккей закаляет людей до состояния стали. И пример Райкова совсем не единственный. Владимиру Ильичу Ульянову, руководителю областной федерации ледовой игры, идет 70-й год. А он по-прежнему не просто выходит на корт, но и ведет за собой красную машину. Именно Ульянов забросил первую шайбу на турнире в матче против Востока. «Вовремя стоял там, где надо было стоять и все. Спортивный город, спортивная область, бесспорно. День рождения области, тем более 75 лет, бесспорно. Необходимо было. И так у нас традиционный день победы, турнир идет, традиционный идет день области». Поединок стал украшением турнира, в рамках которого игры шли в формате два периода по 15 минут. Красная машина выигрывала 6-2, но Восток и не думал сдаваться. Один ответный гол, второй, третий. И вот под самую сирену вырвана ничья 6-6. Сравнять счет удалось Владимиру Кряжеву, ставшему автором дубля. «Продолжали бороться, конечно. Уверили в себя. Хоккей – такая игра. 2-6 отыгрывается, получается. Так, значит, можно играть. До конца главное биться, руки не опускать. Я считаю, нормально сыграли, достойно». Ледовая площадка была разделена на двое. Так что параллельно шла еще одна встреча. Пока «Красная машина» и «Восток» выдавали ничейный триллер, прогресс в самой концовке дожимал водник. Ему удалось это сделать 4-2. Пусть легендарному наставнику прогресса Анатолию Бондареву и пришлось немного напихать своим и без того более чем опытным подопечным. «Иногда, конечно, заигрываются, но в основном все выходят и выкладываются полностью, молодчики. Очень хороший уровень, игроки следят за собой. В общем, хорошо все поставлено. Молодцы». Во втором туре круговых состязаний прогресс устроил лихую перестрелку с «Востоком», из которой вышел победителем 7-5. А «Красная машина» едва не наступила на те же грабли, уверенно ведя в поединке с водником, но с трудом одержав вверх 5-4. Соперник едва не отыгрался за счет булитов, которые здесь назначались за каждый фол. «Да, маленько не повезло, где-то не забили, надо было забить. Игра была равна. Эмоции очень зашкаливают. На себе зарубил три булита, забили два гола. Приятно было». Несмотря на то, что многие участники турнира знакомы друг с другом десятилетиями, жесткости на льду хватало. Эмоции захватили игроков и судьи ставили булит за булитом. Сергей Деревянко из «Прогресса» даже случайным попаданием рассекло лицо, после чего он поддерживал партнеров со скамейки. Однако после финальной сирены хоккеисты тут же, улыбаясь, хлопали друг друга по щиткам. «Это, конечно, хорошо. Так бы лежал сейчас на диване, пиво бил. А тут приходится в хоккей играть. Но я, конечно, не жалею. Почаще бы таких бы турниров». В итоге вышло так, что матчи последнего тура стали, по сути, стыковыми. В бронзовой битве «Восток» обыграл водник 7-2. А вот что и в решающем поединке счет будет почти таким же, предсказать было сложно. Стало ясно, для чего игроки «Красной машины» во вторых периодах первых двух встреч начинали экономить силы. Они обрушили их на прогресс, победив 7-3. Продолжение следует...